Дамы и господа, сегодня на нашем ринге два популярных смартфона, которые активно продаются в нашей рознице. Пока где-то рядом разминается Redmi Note 7, в жестокой схватке сойдутся. Asus Zenfone Max Pro M2, он всегда слева, и Honor 8X, всегда справа на вашем экране. Напомню систему оценивания. 2 балла максимум, 1 балл средняя оценка и 0, ну сами понимаете, 0 есть 0. Официальные ценники у этих аппаратов абсолютно одинаковые, один в один, 18 тысяч рублей за младшие версии 4,64 гигабайта. В общем, в этом смысле аппараты равны, и оценивать цены, как бы эта страна ни звучала, мы с вами не будем. За дизайн и за внешность я тоже обычно оценки не выставляю, но не в этот раз. Итак, первый раунд. Оценку непосредственно дизайна я по-прежнему перекладываю на ваши плечи, оставляю на ваш вкус, но вот материалы корпуса все-таки я решил оценить баллами, потому что в данном случае разница между смартфонами есть. Да, это два глянцевых красавчика, которые любят жить в чехлах, но во-первых, Honor 8X имеет металлические торцы, во-вторых, тыльная панель у 8X это стекло, в случае с Asus мы получаем просто пластмассовую глянцевую крышку, которая перетекает в такие же пластмассовые торцы, а в моем случае пластик еще и прогибается. И в распаковке Max Pro M2 я вам показывал, что в первый же день, даже еще не начав толком его тестировать, я обнаружил царапины на этой глянцевой заднице, понятия не имею, откуда они появились. Так что износа устойчивость у Max Pro M2 откровенно слабая, а даже примитивного чехла в комплекте попросту нет, это минус. Кстати, в комплекте с Honor 8X чехольчик идет. Поэтому за практичность Asus получает круглую баранку, Honor 1 очко. Да, он тоже не образец в этом плане, но корпус у него посерьезнее. Что-то еще? Да, еще добавлю пару слов об эргономике и о размерах. Оба они скользкие, оба довольно-таки большие, сами габариты на ваших экранах и вы можете увидеть, что Honor 8X чуть больше. Что и понятно, у него и экран поболее будет, а вот теперь самое время перейти к дисплеям. Итак, экран у Asus 6,3 дюйма. Honor 8X имеет диагональ 6,5 дюймов. И там, и там разрешение Full HD+, и матрицы IPS. В верхней части небольшие челки, скругления углов весьма заметные, нижняя рамка дисплея более узкая в Honor 8X. На видео вы можете заметить, что при одинаковых обоях картинка в нижней части экрана Asus смотрится иначе, она как бы менее контрастная. Да порядок, все путем. Дело в том, что Max Pro M2 как бы затуманивает обои в районе нижнего ряда иконок, а в Honor 8X такого эффекта дымки нет, так что пусть это не вводит вас в заблуждение, просто программная фишка интерфейса. Оба экрана показывают контрастную и сочную картинку, большие углы обзора имеют солидный запас яркости, но все-таки экран 8X имеет не намного, но чуток больший запас яркости. А также на белом цвете можно заметить отличия в цветопередаче, но они не критичны и не позволяют мне выделить один из этих экранов в лучшую сторону. Здесь я уверенно присуждаю по 2 очка каждому дисплею, они этого заслуживают. Snapdragon 660 или Kirin 710? Вопрос риторический и не такой уж и однозначный. Когда-то я уже сравнивал смартфоны на этих чипах, это был батл между Honor 8X и Xiaomi Mi 8 Lite. Повторю вкратце, если вы гоняете в игры на смартфоне, то 660 дракон в этом плане показывает себя хоть и не намного, но все-таки лучше. А также многое зависит от самой игры и от ее оптимизации. Например, если танки не очень дружат с Kirin'ами и графикой Mali, то PUBG Mobile наоборот прекрасно идет на 8X, в том числе за счет GPU Turbo. И изначально я все-таки хотел поставить дракону на 1 балл больше. Но я посидел, так подумал, переосмыслил кое-что и не стану этого делать. Черт возьми, реальность такова, что большинству людей просто плевать на игровую производительность. Да и в конце концов, назовите мне хоть одну популярную игру, с которой не справится Kirin 710 хотя бы на средней графике. Удачный чип, не горячий для повседневной работы с приложениями, оба аппарата подходят прекрасно. А по производительности ядер процессора, Kirin 710 даже превосходит Snapdragon 660. Модификации памяти для нашего рынка у них абсолютно одинаковые, 4,64 или 4,128 гигабайт. Поэтому по 2 очка каждому смартфону, хорошее железо и там и там. А если ты мобильный танкист, тогда уже смотри в сторону дракона, на нем танки идут пободрее. В обзоре Asus Max Pro M2 я говорил о том, что этот бренд в своих традициях выпустил смартфон слегка сыроватый в плане ПО, но в то же время никаких смертельных недостатков мной выявлено не было. Здесь пока еще восьмой андроид, чистый классический андроид и владельцы этой модели могут смело ждать обновления до девятки, это официальная информация. Некоторые пользователи отмечали глючную работу тача, возможно была какая-то неудачная партия, потому что у большинства пользователей тач отрабатывает нормально. У меня тоже никаких проблем в этом плане, сейчас установлена крайняя 186 версия прошивки, но и до этого обновления тач вел себя абсолютно адекватно. Honor 8X на рынке уже достаточно давно, он тоже периодически обновляется, здесь совершенно иной интерфейс ввиду наличия фирменной оболочки Emotion UI, что для вас лучше чистый андроид или EMUI вы решите сами. Ну а если тебе пришлось бы выбирать? Но здесь я не стану играть в объективность и сразу вам скажу, я бы выбрал EMUI, так как здесь более широкий функционал, больше возможностей из коробки и различные программные фишки, например можно менять разрешение дисплея, есть полноценное управление жестами и так далее. И так как это мое видео и я здесь судья, этот раунд я позволю себе оценить именно субъективно и начислю 2 балла оболочки Honor и 1 очко чистому Android. Приверженцы нетронутого зеленого робота можете кидать помидоры. Начнем с наушников, потому что в этом плане я не могу выделить лидера среди них. Я пытался уловить разницу в звуке, но либо я настолько не аудиофил, либо смартфоны и правда звучат равноценно, плюс-минус один уровень. Кодек aptX поддерживают оба. А вот по мультимедиа динамику явным фаворитом является Asus Max Pro M2. Его динамик не только выдает более качественный звук, но и запас громкости у него ощутимо выше, а это, согласитесь, тоже немаловажно для смартфона. Так что тут я долго не раздумывая отдаю 2 очка Asus и 1 балл начисляю Honor 8X. Такс, ну что, давайте по порядку. NFC есть и там, и там. Оба получили разъем microUSB. Лотки везде полноценные на три слота. FM-радио есть у обоих. Само собой GPS с поддержкой GLONASS. Защитить данные можно как через сканер отпечатков, так и через распознавание лица. А вот Wi-Fi у Asus стандартный, только частота 2,4 ГГц. В то время как Honor предлагает двухдиапазонный Wi-Fi. И вот тут я оказался на распутье. Вроде как функционально, они практически равноценны, а наличие у 8X дополнительного диапазона Wi-Fi, ну явно не тянет на целый балл. Но с другой стороны, для кого-то это реальное преимущество. В общем, давайте так. Honor 2 очка, Asus на полбалла меньше. Дадим ему полтора балла. Все-таки немного странно наблюдать отсутствие двух диапазонов Wi-Fi в смартфоне этой ценовой категории. Asus получил двойную камеру 12 плюс 5 мегапикселей с главным сенсором Sony IMX486 и оптикой f1.8. Сенсор, конечно, далеко не топовый, можно даже сказать бюджетный. А вот у соперника с этим делом все гораздо сложнее. Honor 8X предлагает камеру 20 плюс 2 мегапикселя, светосила тоже f1.8, а вот тип сенсора эта компания традиционно не афиширует. Сейчас поймете почему. Мы привыкли ругать Xiaomi за периодический рандом с камерами, но Xiaomi хотя бы этого не скрывают и позволяют любому пользователю войти в инженерное меню и посмотреть на внутренности. Так вот, Honor 8X рандом с камерами просто дичайший. Может попасться как сенсор от Sony 350 или 371, так и от OmniVision. И даже есть инфа о наличии образцов с датчиками от Samsung. Должен сказать, я просто бескуражен. На форуме FUPDA все это уже изложено, причем некоторые из этих сенсоров 16-мегапиксельные при заявленных 20-ти мегапикселях, а это значит, что может применяться и интерполяция. Что скажете на этот счет? Кстати, в моем образце использован датчик OmniVision 20880. И увидеть это можно с помощью программы Hex Editor. Окей, сразу переходим к сравнениям и начинаем с улицы. На снимке с Honor 8X куст получился более контрастным, более интересная фотография. И дальний план тоже мне понравился чуть больше на фотке справа. Хорошо, зайдем в помещение. Сразу приблизим и посмотрим на правую часть кадра. Видим, что Asus тут хоть и не имеет явного преимущества по детализации, но выигрывает за счет меньшего количества цифровых шумов. Если посмотрим на покрышку колеса, то может показаться, что Honor тут смотрится лучше. Но на самом деле нет, он просто-напросто слегонца пересветил кадр, и это хорошо заметно, если посмотреть на задний фон. Слева обои явно более адекватно получились. Еще один примерчик в помещении, и тут Honor берет реванш. Пульт явно более четкий и более смотрибельный именно справа. Здесь отдаю предпочтение именно ему. Ну а на следующем примере Honor вновь уступает. Опять он пересветил объект съемки, да и фон явно более четко получился на фоне с Asus. И это лишь часть тестовых снимков. Поверьте, я долго и нудно сравнивал эти камеры и пришел к единственно верному выводу. Все это ерунда. Камеры равноценные, такого среднего качества, и в зависимости от локации они показывают переменные успехи. Тут ничья. А вот в плане видеосъемки фаворит для меня очевиден. Это Asus Max Pro M2. Он умеет снимать 4К в отличие от конкурента. Он имеет приличную электронную стабилизацию. Опять же, в отличие от конкурента. Я долго ждал, что с обновлениями Honor 8X получит все-таки электростаб, но так и не дождался, и это удивляет. Как они записывают звук вы сейчас увидите, то есть услышите, а пока покажу, что при слабом свете Honor выдает очень шумное видео. Задирает ISO и определенно проигрывает здесь своему сопернику. 13-мегапиксельная фронталка Asus опять же показывает, результаты лучше, чем 16-мегапиксельная лицевая камера Honor 8X. Я надеюсь, вы это тоже увидите, но на всякий случай оставлю исходники под видео. И оценки за этот важный раунд такие. Asus 2 очка, Honor только одно. В первую очередь за слабую видеосъемку. Здесь у нас есть безоговорочный лидер, и это, конечно же, Max Pro M.2, который со своей супер-батареей на 5000 мА показывает отличную автономность. Honor 8X тоже не так уж и плох в этом плане, но его батарейка на 3750 мА, конечно, не в состоянии тягаться с таким живучим конкурентом. Нет. Стандартный тест на воспроизведение видео онлайн в качестве 1080p. Honor крутил видео 11,5 часов без перерыва, и когда он отключился, Asus показывал еще 22% в запасе, и после этого он проработал еще 2,5 часа, даже чуток больше. Таким образом, показав результат 14 часов с копеечкой. Оба смартфона комплектуются обычными 2-амперными адаптерами, быстрой зарядки нет. Asus полностью заряжается за 2 часа 50 минут, Honor 8X за 2 часа 5 минут. И по итогу Max Pro M2 получает максимальные 2 балла, как долгоиграющий смартфон. Honor демонстрирует автономность на уровне чуть выше средней. Одну очко в его копилку. Итак, считаем баллы. В копилке Honor 8X 12 очков. А его конкурент набирает... 12,5 баллов. Но несмотря на то, что по очкам с легким перевесом выиграл Asus, я хочу вам сказать, что эти условные баллы, конечно же, это формальность. Все зависит от ваших приоритетов, от ваших симпатий к тому или иному бренду, к той или иной оболочке. Поверьте, от этого очень многое зависит. Например, я, когда держу в руках эти смартфоны, прекрасно понимаю, что Asus более автономен. У него громкий динамик, дракон на борту. Все хорошо. Но в то же время мне он кажется скучноватым. Honor воспринимается как-то более солидно, что ли. Тут и материалы корпуса сказываются, и сама оболочка, и MUI. Опять же, по моему личному мнению, более гибкая и более функциональная, нежели чистый Android. Так что выбор вещь такая, субъективная. Но в целом, более сбалансировано смотрится все-таки Asus. Вот такие смартфоны. Ваше мнение вы, естественно, сможете высказать в комментариях. А также в нашей группе ВКонтакте будет соответствующее народное голосование. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Впереди новые битвы. Будет интересно. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!